Приказы не стрелять из Донецка, Луганска и Киева согласно минским договоренностям вроде бы отданы. Режим прекращения огня в целом вроде бы соблюдается. Но кто и где провоцирует ополченцев? Кому даже вероятность мира на Украине поперек горла? Добрый вечер. В чем еще попробуем разобраться сегодня? Минский саммит. Мы все-таки призываем обе стороны проявлять сдержанность. Чем показательно встреча нормандской четверки? Евросоюзу не удастся уйти в сторону. Отчего увиливал Киев? Пиджак или мундир? Не исключаю военного положения. Как повел себя Порошенко после Минска и кто обвинил его в измене родине? Выступают за продолжение войны до победного конца. Почему из Киева не видно гипальцевского котла? Раскол Европы? Решение о санкциях надо остановить, это ясно. Почему Брюссель голосует за санкции? И кого в Старом Свете прессуют за поддержку позиций России? Я русский человек, английский национал. Кто для западных спецслужб похлеще исламских террористов? Откровение Обамы? Америка продолжает гнуть свою линию. Новые проколы ПСАКИ и голос России в ООН. Этим темам долго сопротивлялись. Возможно ли голубые каски на Украине? И какую скрипку играет трибалтийский фактор в антироссийской симфонии? Внимание всего мира сегодня приковано к происходящему на юго-востоке Украины. И главный вопрос понятный. Соблюдается ли режим прекращения огня, введение которого с этого воскресенья было объявлено на днях по итогам Минского саммита Нормандской четверки? В прямом эфире наш специальный корреспондент в Донецке Михаил Чебаненко. Михаил, ну для начала, что сейчас происходит в городе? Тишина? Кирилл, да, возможно кому-то в это верится с трудом, но в городе всю ночь и весь день не слышно ни единого выстрела. Мы находимся в центре Донецка, заметно здесь жизнь оживилась, на улице появились люди. Сейчас вечером, возможно, здесь не так их много, а днем здесь бегали дети, чего раньше не замечалось, поскольку снаряды попадали даже в центр города. Всю ночь и весь день мы мониторили обстановку, общаясь с представителями Минобороны ДНР. Республики Эдуардом Басуриным, так вот, он ночью заявил, что ополченцы согласно договоренности прекратили огонь, а утром все-таки появился повод говорить о провокациях со стороны украинских силовиков. Каждые секунды здесь. На экстренном заседании руководства Донецкой Народной Республики и силовых структур проанализирована сложившаяся обстановка в Добавевском котле. Украины нарушен режим прекращения огня и продолжается гибель мирных жителей в населенных пунктах ДНР. Подразделение вооруженных сил ДНР вынуждено открывать избирательный огонь на подавление остатка вооруженных киевских националистов и диверсантов. Новую информацию от Эдуарда Басурина мы рассчитываем получить в самое ближайшее время, Кирилл. Да, я понял насчет Донецка. А какая информация из Луганска? Что там сейчас? По нашей информации в Луганске также спокойно было и ночью, и днем. Это подтверждают работающие там наши коллеги. Я также сделаю акцент на том, что тишина наступила в 12 часов по киевскому времени. А как мы знаем, в Киеве время час назад от Московского, а в Донецке опять же московское время. Кирилл. Ну я так понимаю, что все-таки основное сейчас, основное внимание приковано к тому, что происходит вокруг Дебальцева. Да, это действительно так. О том, что происходит вокруг Дебальцева, мы опять же узнаем не только от официальных лиц Донецкой Народной Республики, но и от наших коллег, которые там работают и сейчас в эти минуты. Связь там плохая. Дозваниваться до них у нас получается не так часто. Но вот недавно я разговаривал с моим коллегой Евгением Головановым. Он подтверждает, что обстановка там сохраняется напряженной. То есть ополченцы находятся в режиме боеготовности, но однако перестрелок нет. Давайте посмотрим его репортаж. Это одна из артиллерийских позиций ополченцев под Углегорском. Гаубицы Д-30, как видите, до сих пор не зачехлены. Они находятся в боевом положении. Орудия направлены в сторону Дебальцева, где до сих пор находятся в окружении украинские силовики. Но самих артиллеристов на позициях сейчас нет. Сегодня впервые за последние несколько дней ожесточенных боев у них наконец-то появилась возможность просто элементарно по-человечески выспаться. Отдыхают они в блиндажах и землянках. Вот, например, одна из них вдалеке. Вот так живут бойцы нашего подразделения. Этот блиндажик построен, собственно, руками. Он построен на воронке. Вот снаряда, выпущенного с украинской стороны. Артиллеристы здесь на позициях живут по-настоящему в спартанских условиях. Но у них есть и своя полевая кухня. Здесь сразу готовят на всех бойцов обед, я так понимаю, ужин и завтрак. Первое, второе и компот, как говорится. Сегодня у вас что на обед? Картошка с мясом. Ну, правда, мясо-тушенка. Ну, получится вкусно. Силовики, находящиеся в окружении в Дебальцевском котле, все еще не оставляют попыток прорваться на трассу, ведущую к Артемовску. Но, как говорят ополченцы, в этом нет ничего удивительного, потому что еще сразу после заключения минских соглашений, лидер правого сектора Дмитрий Ярыш заявил о том, что он не приемлет этих мирных договоренностей, и его подразделения продолжат войну. А это один из блокпостов ополченцев на выезде из Углегорска, крайний пост, так называемый Восточный. Эта дорога идет на Дебальцево. Ну, здесь тоже бойцы пока еще находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Один из бойцов с позывным Турецкий, да? Да, да, да. Как прошла ночь? Стреляли? Ну, конечно, не сильно, как обычно, но бывало очень. Бывало, рядом ложили, и, ну, можно жить, как говорится. Ну, все равно подтверждение того, что ополченцы здесь сами хотят перемирия и не намерены первыми открывать огонь. Ну, хотя бы даже небольшие такие детали. Это гранатомет АГС, как видите, зачехлили подручными средствами. Сегодня его не использовали, я правильно понимаю, не использовали. Дальше стоит бронетехника. Остается констатировать, что до сих пор, хотя и наступило перемирие, но обстановка продолжает здесь оставаться достаточно сложной. Но все надеются, что, по крайней мере, украинские силовики не будут массирно обстреливать позиции ополченцев. И здесь, на этой земле, все-таки воцарится мир. Евгений Голованов и Валерий Кожин, Донецкая Народная Республика. Владимир Путин в Минске, когда вышел к журналистам после многочасового переговорного марафона, итоги по горячим следам кто-то расценивал со сдержанным оптимизмом, а кто-то квалифицировал как прорыв, прямо и четко обозначил, что тормозило и пока еще тормозит процесс. К сожалению, киевские власти до сих пор отказываются от прямых контактов с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик. Даже несмотря на то, что они непризнанные, но надо исходить из реалий жизни. И если все хотят договориться на долгосрочной основе выстроить отношения, то нужно пойти на прямые контакты. О дебальцевской проблеме Путин также выразился предельно ясно. Взгляды Киева и самопровозглашенных республик на реальное положение дела расходятся, что, мягко говоря, может создавать, как мы знаем, создавало определенные сложности. Мы все-таки призываем обе стороны проявлять сдержанность и во избежание излишнего, ненужного кровопролития и жертв сделать все для того, чтобы разведение войск, особо и, главным образом, тяжелой техники прошло без лишнего, никого не нужного кровопролития. К часу Икс, наступившему этой ночью, предшествовали многочисленные телефонные консультации и первых лиц государств, участвовавших в нормандском формате, и выходящие за него, то есть за этот формат, контакты. Порошенко звонил Обаме, созванивались Лавров и Керри. Общий посыл в стороны конфликта должны придерживаться достигнутых в Минске договоренностей и соблюдать режим прекращения огня. Минская встреча на высшем уровне по урегулированию ситуации на Украине, безусловно, главное событие недели. Включение в процесс лидеров Германии и Франции, Меркель и Оланда, уже было знаком. Знаком было и то, что они согласились на переговорную площадку, предложенную Путиным. В былые времена и при иных обстоятельствах было бы сложно представить себе высоких старосветских вельмож в гостях у Лукашенко, которого в Брюсселе, иначе как последним европейским диктатором, не называют. Владимир Чернышев разобрал исторические 16 часов на детали и эмоции. Успеть до рассвета не получилось. В Минском дворце уже почетный караул с ног валился, и журналисты искали, где прикорнуть, но переговоры продолжались 16-й час. А по Донецкой Горловке украинская армия все это время продолжала наносить артиллерийские удары. И пока журналисты следили, кто из лидеров и с каким выражением лица выходил в коридор, на ленты агентств приходили сообщения, сколько человек погибло от бомбежек. И каждое движение по коридорам первых лиц вызывало слухи, предположения и щелчки фотоаппаратов. Это броуновское движение продолжалось почти сутки. И вечер накануне уже обещал эту долгую ночь. Вот как все начиналось вечером 11 февраля. Господин Порошенко, зачем ваши войска бомбят мирных жителей? Господин Порошенко! За этот вопрос журналиста ВГТРК охрана временно изолировала в пресс-центре. Но общий тон переговоров был и так всем ясен. Ведь как раз перед переговорами в первой половине дня снаряд прилетел на остановку в Донецке. Четверо погибших. Пять было, по-моему, взрывов. И на шестой вот сюда. И второй раз прилетел снаряд сюда. И только вторая половина дня дала ответ на вопрос, состоятся ли переговоры вообще. Петр Порошенко едва ли не первым заявил, что едет в Минск. Не признавая окружение своих войск в дебальцевском котле, он готов был войска спасать от разгрома, ведя переговоры о мире. Но котел замкнулся, и об этом ополчение тоже объявило накануне переговоров. Владимир Путин прибыл в Минский дворец, когда коллеги уже были в сборе. Бодрое приветствие Меркель и Оланды, и грустный Порошенко на заднем плане. Сдержанно пожимает он руку Путину. И Путин то ли потирает, то ли вытирает после этого ладони в предвкушении непростой работы. Здесь был рай для физиономистов. Вот Порошенко, заметив весело подбежавшую к нему Меркель, берет себя за горло. Что его душит? Кто мучительно принуждает к миру? Меркель словно успокаивает украинского президента. В тот момент еще никто не предполагал, что впереди половина суток непрерывных переговоров. На правах доброго хозяина, еще недавно порицаемый Европой, как последний диктатор. Александр Лукашенко тем временем следит, чтобы гостям было уютно и хлебосольно. Дворцовая кухня для высоких гостей работает без перерывов на обед. Выпили кофе, несколько бюдер, чтобы тонус себя держать. И отдыхали, и ели, и воду пили. Все было, все нормально. К этой минуте уже известно. В Минск прибыли главы ДНР и ЛНР. Если Порошенко хочет территориальной целостности Украины, то мнение Донецка и Луганска необходимо учитывать. Этот шанс дается Украине для того, чтобы поменять конституцию, о чем, кстати, указано в этих документах, изменить свое отношение. Мы верим и знаем, победа все равно будет за нами. И неважно, каким это будет методом, политическим или военным. Мы знаем точно, что Украина изменится. Изменится благодаря людям Донбасса. Но мрачный Порошенко несколько раз покидает переговоры. По одной версии он звонит в Вашингтон. По другой – звонит свой генштаб узнать, что происходит в Дебальцево. Либо его дезинформируют, говоря, что там все хорошо, либо он сам дает приказ усилить огонь. Обстрелы Донецка и Луганска становятся все интенсивнее. Когда ближе к утру журналисты видят улыбку на лице Ангела Меркель, становится понятно, что канцлер верит в успех переговоров. На кону ее политическая репутация. За несколько дней она налетала на бонусную карту Москва, Вашингтон, Минск. И если она убедила Обаму в бесперспективности военного решения, то под ее ответственность попадает возможность Запада сохранить лицо миротворца. Петр Порошенко стремится сохранить уже хоть какое-то лицо. Его войска стреляют по Луганскому, группировка окружена под Дебальцево, но он не хочет вести переговоры с позиции проигравшего. Он мрачен и даже боится выговорить слово «федерализация». Хотя, похоже, именно к этому его пытаются подтолкнуть переговорщики. Но в итоге обязует все-таки Киев провести конституционную реформу. Это потом глава украинской администрации скажет, что Владимир Путин боролся за каждое слово документа и, убеждая, выигрывал медленно и постепенно. До журналистов в куларах доходят общие требования со стороны Москвы прекратить блокаду Юго-Востока Украины, вступить Киеву в диалог с Донбассом напрямую. Ответственность за любой срыв или неисполнение каких-то договоренностей лежит на Петре Алексеевича и Порошенко. Все пункты требуют дополнительных согласований, переговоры еще идут. Поэтому любое нарушение или неисполнение этих пунктов ни о каких больше меморандумах, речи, не будет идти вообще. Уже утро наступило, и день идет к полудню. В непонимании дергаются графики рынков, и по дворцу идут слухи, что лидеры согласовали все пункты. Путин шутит, что это была не лучшая ночь в его жизни, но она, кажется, удалась. Доброе утро, наверное, да? Доброе утро. Вы спали? Нет. А чем вы занимались, Наталья? Ждали. Мы-то работали, а вы что делали? Невидимые миру страхи и подозрения, далекий залп орудий, призрак распада Украины – все это скрытая часть айсберга. В сияющем холле дворца виден только результат. Главы государств объявляют, что все необходимые подписи контактной группы и лидеров Юго-Востока стоят, наконец, под документом. Хотя бы ненадолго возникло ощущение того, что ситуация разрядилась. Очевидно, что впереди еще немало работы, но новые договоренности – это хороший шанс улучшить ситуацию на Украине. Все мы, госпожа Меркель, Владимир Путин, Петр Порошенко и я, несем ответственность за выполнение достигнутых договоренностей. Хочу особо отметить усилия президента Путина, который оказал необходимое давление на лидеров-ополченцев. Это еще не конец, но это серьезная надежда для Украины на выход из кризиса, и это облегчение для Европы. 16 часов изнурительных переговоров позади, и утром 12 февраля всем хочется спать и верить, что впереди все-таки надежда, а не разочарование. Владимир Чернышев, НТВ. Мы ждем новых кадров и новых данных из района Дебальцева. Смотрите также во второй части итоговую программу после небольшой рекламы. Пиджак или мундир? Как повел себя Порошенко после Минска? Кто обвинил его в измене родины? И где угроза для мира на Украине? Почему из Киева не видно дебальцевского котла? Раскол Европы? Почему Брюссель голосует за санкции? И кого в Старом Свете прессуют за поддержку позиций России? Кто для западных спецслужб похлеще исламских террористов? Откровения Обамы, новые проколы Псаки и голос России в ООН. Возможно ли голубые каски на Украине? И какую скрипку играет прибалтийский фактор в антироссийской симфонии? Вы смотрите итоговую программу на НТВ. Продолжим. В Минск, где на минувшей неделе состоялась встреча нормандской четверки, Путин прибыл после важнейших переговоров в Египте. Последний, так на секундочку, не просто одно из облюбованных россиянами туристических направлений. Это вообще-то одна из самых влиятельных стран на Большом Ближнем Востоке, и в арабском мире, и в Африке. Правда, это и одно из государств, пострадавших от так называемой «арабской весны», в котором трижды за три года менялась власть, которому несколько лет американцы диктовали, что и как делать во внутренней политике, а потом бросили без финансовой поддержки в тяжелейшее для страны время. Ну все, египтяне наелись. Соединенные Штаты во времена Обамы сдали Мубарака, ближайшего союзника Соединенных Штатов, человека с безукоризненной репутацией в армии, человек, который создал всю сегодняшнюю египетскую армию и очень много сделал для того, чтобы Египет балансировал между Америкой и всем остальным миром. Вряд ли все это сможет повысить репутацию Обамы и Соединенных Штатов в целом внутри Египта. И как следствие Египет будет укреплять отношения с Россией. Конечно, тот прием, который получил в Египте Путин, был беспрецедентен. Прием и вправду был небывало теплым, а результат впечатляющим, и, что называется, не в одну калитку. Речь идет не просто о создании АЭС в Египте, а о целой, по сути, атомной отрасли. Действуем ли мы в пику штатам со стороны, так и кажется. На деле Москва подтверждает, что открыто к сотрудничеству со всеми, для кого в приоритете национальные интересы и взаимовыгодное партнерство, а не чья-то там геополитическая воля. Российский МИД на минувшей неделе выразил обеспокоенность тем, что кое-кто в Киеве, назывался украинский министр иностранных дел Климкин, и кое-кто на Западе, в частности, Штаты, стали искажать содержание минских договоренностей и ставить под сомнение реализацию ряда конкретных их положений. Президент Порошенко после Минска тоже, скажем прямо, совсем не на гуманитарных проблемах сосредоточился. А на каких? Спросим нашего специального корреспондента в Киеве Андрея Григорьева. Андрей, правда ли, что миротворца Порошенко сейчас можно чаще увидеть в военной униформе, чем в пиджаке? В генеральном штабе за пять минут до полуночи Петр Порошенко действительно был в короткой куртке военного образца при погонах и с армейским шевроном на рукаве. Он приказал прекратить агонии, заявил, что следить за соблюдением перемирия непременно должны международные эксперты. Правда, сегодня же на брифинге в Киеве министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что ополченцы не пустили миссию ОБСЕ в район линии фронта под Дебальцево. Но в самым провозглашенных республиках объяснили этот факт тем, что именно этот участок пока еще очень опасен и наблюдателям там пока не место. Начиная с нуля часов сегодняшнего дня украинская страна насчитала 10 фактов применения оружия в зоне боевых действий. Это слова пресс-секретаря украинского президента. Но все они подчеркиваются, все эти случаи довольно незначительные. Также с начала перемирия среди украинских военнослужащих потерь нет. Об этом отчитался сегодня генеральный штаб. Но похоже, что официальный Киев все-таки считает, что переговорный процесс может в любой момент быть сорван. Едва вернувшись с мирных переговоров, Петр Порошенко теперь ежедневно в военной форме по армейским частям раздает военную технику. Лично испытывает на прочность британские бронемашины и говорит о возможном введении в стране военного положения. Нам нужно будет, в случае если мира не будет, принимать очень тяжелое, но необходимое решение о введении военного положения. Еще раз подчеркиваю, в этом случае военное положение будет введено не только в Донецке и Луганске, но и по всей стране. Перемирие было необходимо стране как воздух, но как объяснить это украинской партии войны? Было понятно, что какой бы компромисс не был заключен, этот компромисс людей не устроит, здешних, да, и Порошенко приедет оправдываться. Перед Верховной Радой за президента оправдывался министр иностранных дел. Мы получили четкие обязательства освободить всех заложников по принципу всех на всех. Работа над этим уже началась. Помилование, по словам Климкина, ни в коем случае не коснется лидеров самопровозглашенных республик, хотя в соглашении четко говорится о всех участниках конфликта. Также значится там и конституционная реформа, которую обязались провести до конца года. Национальная измена, предательство национальных интересов. Только так можно охарактеризовать текст минских соглашений, подписанных с ДНР и ЛНР Леонидом Кучма от имени Украины. Я буду предпринимать все усилия, чтобы не допустить реализации в парламенте этих предательских сделок. Масейчук, бывший заместитель командира добровольческого батальона АЗОВ, теперь народный избранник. Так же, как и Дмитрий Ярош, лидер экстремистской запрещенной в России организации «Правый сектор», который уже объявил, что его подчиненные ни в коем случае боевых действий не прекратят, чего бы там в Минске не решили. Партия войны, партия мира – это условное понятие, потому что при власти находятся все люди, которые сдал войну до победного конца. И потому что очень сложно разговаривать с людьми, которые получили опыт боевых действий о том, что нужно мирно договариваться. И борьба внутри – это продолжение, это гражданская война, которая проходит через каждого из нас. Обещанный в Минске реформы президент непременно должен провести через Верховную Раду, но парламент в принципе не слишком договороспособен. У украинского президента с парламентом отношения сложные. Когда Петр Порошенко еще только собирался в Минск, лидер радикальной партии Олег Лешко уже грозил ему пальцем, заранее обвиняя в предательстве идеалов Майдана. А потом в эфире местного ток-шоу неожиданно признался, что предатели есть и в его собственной семье. Я, до речи, вперше скажу, на Луганщине моя сестра воюет на боце террористов. На Луганщине моя сестра Виктория, с которой мы разом выросли, она воюет с оружием в руках на боце террористов в Луганске. Уже и украинская военная прокуратура признает, люди массово бегут из армии, причем не только солдаты, но и офицеры, в том числе и один генерал внешней разведки. Общее количество дезертиров перевалило за 10 тысяч, а очередная волна мобилизации практически сорвана. Начинать надо с руководства страны, мобилизацию, мобилизировать администрацию президента, кабинет министров, Совет безопасности, Верховный Совет, а потом уже переходить к людям, которые вообще не понимают, чего ради туда ехать. И у нас позиция не изменилась. У нас ситуация такова, что люди просто не понимают, ради чего они должны ехать воевать. На этой неделе при президенте Порошенко получил почетную должность Михаил Саакашвили. Многие грузинские политики слушать советы своего экс-президента не советовали, а он уже выступил с первой инициативой, готов лично координировать поставки оружия в Киев. На официальном уровне милитаризация страны продолжается, и уже даже некоторые американские политики это наконец-то заметили. Бывший постоянный представитель США при ООН Джон Болтон заявил, что дестабилизирует ситуацию на Украине не только внешние факторы, но и внутренние. Андрей Григорьев, Дмитрий Мухин, Алексей Шатохин и Дмитрий Богданов, телекомпания НТВ Киев. Итак, украинское военное командование на этой неделе с гордостью сообщило о прибытии в страну первых 20 закупленных Киевом британских бронемашин Саксон. Но вот незадача. Сегодня в британский Телеграф вышел материал, свидетельствующий о том, что гордиться ни Киеву, ни англичанам нечем. Бывший глава британского генштаба Ричард Доннетт прямо заявил, боевая техника с помпой, переданная Киеву, абсолютно бесполезна, поскольку давно выработала свой ресурс. По словам генерала, он сам, руководя британской армией, еще в 2005 году списал эти Саксоны как непригодное их использование в боевых условиях. Передавать такую рухлядь Украине, да и вообще кому-либо, даже через третьи руки, 55 Саксонов, почти 4 миллиона долларов, преподносил приобретение как доступную альтернативу устаревшей украинской технике. Ну и еще одна новость этого воскресенья. Посла Украины в Тбилиси вызывают в МИД Грузии в связи с назначением Михаила Саакашвили председателем консультативного международного совета реформ на Украине. Как сообщает ТАСС, хотят получить разъяснение. Желание, прямо скажем, резонное. Бывшего грузинского президента на родине обвиняют в превышении служебных полномочий, организации вооруженного нападения и растрате госсредств. Местные политики неоднократно, но безуспешно пытались отговорить нынешние украинские власти от приема на работу персонажа со столь сомнительной репутацией. Но тех, видимо, послужной список Саакашвили вполне устраивает. Достижение Минского соглашения вызвало, цитата из Жан-Клода Юнкера, вздох облегчения в Европе на минувшей неделе. В то же время не отменять, не смягчать санкции против России, сделавшие, замечу, как никто, много для урегулирования украинского кризиса, там не собираются. Вводят намеченные по плану. Видимо, как выразился на днях пресс-секретарь российского президента, не наигрались с этим обоюдоострым оружием. Обсудим тему с нашим европейским обозревателем Вадимом Глускером. Вадим, так как в Европе оценили минские договоренности Вояжи, Меркель и Оланда? Ну и все-таки что это было? Лед тронулся или была чья-то конкретная выгода? Ну, во-первых, у этого Вояжа было несколько целей. Первое, безусловно, это остановить вооруженное кровопролитие, потому что в Европе прекрасно понимают, что украинский конфликт угрожает именно безопасности самого континента. Ну, с другой стороны, это забота о собственных политических дивидендах. Не зря, ведь сразу после Минской встречи, например, французская пресса написала о том, что благодаря дипломатическим усилиям, причем не Франции, а именно Москвы, рейтинг Оланда может серьезно подняться, что ему сейчас просто необходимо. Ну и, наверное, главное, это все-таки была прекрасная возможность показать европейцам, что они могут действовать сами, без оглядки на США. Есть, конечно, геополитические интересы Америки, которые не заинтересованы в том, чтобы Россия опять начала получать территории и восстанавливать себя как некая империя или как сильное государство. Ну, а что делал Порошенко в Брюсселе? Как можно квалифицировать его приезд? И правда ли, что речь шла даже о некой имторге? Ну, украинского президента в Брюссель лично пригласил председателя Европейского совета Дональд Туск. Ну, Порошенко за эту поддержку поблагодарил, но тут же, например, заметил, что, например, тема о вступлении в НАТО Украины не обсуждалась ни в Минске, ни в Брюсселе. И, вероятно, поэтому тут же, ну, что называется, попросил определенную компенсацию от Евросоюза. В частности, Евросоюз готов предоставить безвизовый режим Украине. Многие мои западные коллеги были очень удивлены. Но неужели безвизовый режим для украинского президента важнее, чем урегулирование ситуации на юго-востоке Украины? Да, это безумно интересно. Я сейчас еще вернусь к началу нашего разговора. Все-таки мы, да, конечно, счастливы, что Европе стало легче. А с другой стороны, у них какая-то странная логика, санкционная в последнее время. Что вот по этому поводу говорят ваши коллеги? Ну, Кирилл, санкции это вообще какое-то уже многомесячное европейское заклинание. Ну, вот, например, не успела Ангела Меркель прилететь в Брюссель из Минска. Первое, о чем она говорит, что режим антироссийских санкций должен быть продлен. При этом, все-таки, надо сказать, что Евросоюз не раз уже делал заявление о том, что введение санкций напрямую зависит от ситуации на Украине. Поэтому, все-таки, минские договоренности были подписаны. Поэтому Евросоюзу ничего не оставалось делать, как сказать, что все-таки новых санкций мы в этот раз вводить не будем. Зато мы введем санкции, которые были утверждены в минувший понедельник. Это новый черный список. В нем 19 физических и 9 юридических лиц. Мы не обсуждали новых санкций, но мы и не приняли решение об осрочке санкций, принятых на последнем министерском совете. Мы считаем, что наше давление заставит Россию выполнить это второе минское соглашение. Мы надеемся на это, но плохой опыт прошлого с так называемым Минском-1 заставляет нас быть очень осторожными. Поэтому мы оставляем в силе решение о санкциях, но сегодня проявляем добрую волю. Мы считаем, что должны использовать любую возможность, любой шанс, чтобы достигнуть большего после Минска-1. Ну и вообще следует сказать о том, что в Европе по-прежнему очень многие либо видят, либо хотят видеть Россию чуть ли не основной стороной, участницей этого конфликта. И хотя разногласия ведь существуют по введению санкций не только среди разных стран Евросоюза, они существуют и среди руководства Евросоюза. Например, если Дональд Туск или, например, глава европейской дипломатии Магирини они поддерживают новые санкции, то, например, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступает категорически против них. И, например, он в Брюсселе ведь заявил о том, что санкции это, конечно, может быть и неплохо. Вот именно такая цитата в такой формулировке он сказал. Но главное, например, это газовое соглашение между Россией и Украиной. Напомним, что нынешнее, которое действует сейчас, оно с трудом было подписано в конце прошлого года, истекает 31 марта. И главное сейчас для Жан-Клода Юнкера это как раз газовое соглашение, а не какие-либо санкции. Санкции не оправдали себя с точки зрения рациональности достижения цели. Они же вводились не для того, чтобы, так сказать, уничтожить потенциального дьявола. Во всяком случае, логика не была таковой. А сравнение некоторых лидеров государств с Гитлером, который позволил себе Маккейн на конференции в Мюнхене, недопустимо. Так что вполне возможно было бы себе представить, проявив великодушие, сказать, мы останавливаем санкции, никакого автоматизма в принятии новых решений. Но, Кирилл, великодушие, судя по всему, пока проявлять никто не собирается. Во всяком случае, ну, у Европы ведь собственная гордость. И вот главный вопрос сейчас, что должно произойти, чтобы эту гордость хоть как-то доунять? Вадим, спасибо. С Вадимом Гускером мы обсудили реакцию ЕС на Минский саммит и решение Брюсселя оставить в силе санкции против России. Ну и в продолжение темы. Кричащие проблемы самой Европы. Террористическая угроза никуда не делась. Свидетельство тому последнее событие в Дании. Сначала покушение на Ларса Вилкса, одного из авторов карикатурно-пророка Мухаммеда, в арт-кафе с говорящим названием «Пороховая бочка» в ходе мероприятия со взрывоопасным названием, если припомнить историю с Шарли Эбдо, названием «Искусство, богохульство и свобода слова». Художник невредим, но один человек погиб, трое ранены. Потом атака на синагогу в том же Копенгагене одна жертва есть пострадавший. Террорист убит, и вот теперь выяснилось, что ранее он находился в поле зрения датской службы безопасности и контрразведки. Почти все под копирку. Январские события в Париже. Дают о себе знать и другие проблемы, в их числе споры вокруг греческого долга, пересмотр которого требуют новые, воцарившиеся в Афинах власти. Пока со стороны ЕС и то не всего, а отдельных членов, перспектива компромисса не более чем намек. Европейскую лодку терзают волны и политические, и экономические. Если бы и в этом во всем была виновата Россия, видимо, цены бы нам не было. Необычное явление наблюдали на минувшей неделе на Урале. В одном из поселков Челябинской области выпал голубой снег. В причинах происшедшего разбираются по одной из версий предположительно виноват голубой краситель для пасхальных яиц. Какие сюрпризы погоды нас ждут? Прямо сейчас узнаем. На европейской территории России разрастается гигантский антициклон. На северо-западе и в средней полосе под его опекой практически без осадков и продолжится понижение температуры. Правда, его морозного влияния хватит только на начало недели. Северные районы с приближением циклона уже начинают получать теплый воздух из Европы. К среде мы почувствуем его и в центре. А завтра в Мурманске минус 4, в то время как в Воронеже минус 9. На юге свой циклон погода неустойчивая, ветреная, местами осадки и становится холоднее. В Сочи завтра плюс 10, а в Севастополе подморозят до минус 1. В Петербурге днем около 5 морозов без осадков и в Москве без осадков, но ветрено. Днем в понедельник и вторник минус 6, минус 8, а дальше потепление. Минские договоренности казалось бы должны приветствовать все, что может быть ценнее человеческой жизни. Прекращение огня способно спасти множество, но вот ведь удивительно, в тот день, когда было объявлено о результатах саммита Нормандской четверки, переехав в Брюссель, Порошенко обсуждал с британским премьером Кэмероном последствия невыполнения минских договоренностей. Обсуждал с тем человеком, который считает, что Запад не должен идти на поводу у Москвы. На днях в парламенте Кэмерон заявил буквально следующее цитата. Это действительно важно на нашем европейском континенте убедиться в том, что мы не поощряем агрессию и жестокость, проводя политику умиротворения. Это было бы неправильно. Умиротворение это прозрачный намек на то, чем в свое время Европа занималась в отношении Гитлера. Ничего себе сравненница. Ну, а сама Великобритания, видимо, эталон демократии. Кто не согласен, смотри пункт первый. Ссылку на большого заокеанского брата. Ну, а что касается антироссийских настроений, так они у англосаксов в крови. И порой, в чем и убедился Антон Вольский, приобретают весьма необычные формы. Встречу с нами Томас Чамберс назначил рано утром в пустом парке. Признается, что опасается за свою жизнь и вынужден уйти в подполье. Звонит мне и говорят, что если будешь дальше продолжать Россию, будет плохо для тебя и твоей семьи. Тоже я терял свой свой в работу. И хозяин сказал, что может выгнать нас дома, если буду продолжить эту политику. Томасу 29 лет. Он вырос в обычной английской семье, посещал обычную британскую школу, но рано начал задавать необычные для британца вопросы. В середине двухтысячных Томас отправился в Россию. Начал вести активную политическую жизнь. Сперва с лимоновцами, потом с коммунистами. Ходил на митинги, вступил в КПРФ. Даже говорят, что я выгляжу как Геннадий Андреевич в молодости. И для меня это часто. Это очень приятно, что люди так говорят. Красивый человек такой, настоящий коммунист тоже. Патриот России, как я. В Британию Томас вернулся с идеями мировой революции и создал пророссийскую политическую партию. Нарисовал флаг и даже зарегистрировал свое движение для участия в предстоящих в мае местных выборах в Великобритании. Но тут и начались проблемы. Сперва в газете Mirror была напечатана разгромная статья, где лидер новой партии был назван экстремистом, гомофобом и фашистом. После публикации Томаса выгнали с работы, начались звонки с угрозами, а однажды в дом пришли люди в штатском. Сказали, что мы по газете, мы по статье, там написано, что ты поддерживаешь терроризм, то я надо с нами идти на допрос. Да? И, конечно, все мои семьи расстроились, плакали. И они начали меня допрашивать, где я был последние 10 лет, почему в России, я был на Украине, был в Грузии, с кем я общался в России, что я знаю в России уже. Это там 3-4 часа прошло наш допрос с ними. И потом на конце сказали, надо нам давать паспорт, чтобы мы до конца вас проверили. Изъятие паспорта в Британии распространенная практика. Впервые ее стали активно использовать в 80-х во время борьбы с футбольными хулиганами. Так государство боролось против побоищ, которые английские фанаты устраивали во время международных матчей. В наши дни до сих пор эту меру применяли только против подозреваемых в терроризме джихадистов. Томас Чамберс очевидно новый вид угрозы в Британии. Однако на каком основании у Томаса Чамберса был изъят паспорт неясно до сих пор. Ни уголовного дела, ни обвинений в терроризме ему предъявлено не было. И даже справки об изъятии документа ему не предоставили. Сам Томас подозревает, что мог стать жертвой украинских спецслужб, действующих при поддержке Министерства внутренних дел Великобритании. Однако Томас утверждает, что своих убеждений не оставят несмотря на угрозы. Недавно из Донецка ему прислали свидетельство о гражданстве, хотя оно вряд ли заменит ему паспорт. Но теперь он думает открыть в Британии первое зарубежное представительство Новороссии. На самом деле сейчас Британия настроена ярко против России. Подготовить нам к большой войне с Россией и это видно по нашим телевизорам. Но я не сдаюсь. Я русский человек английской национальности. Томас признается, что с такими убеждениями жить в Британии опасно. Он боится снова потерять работу и попасть на допрос. Поэтому выход видит только один. Пожалуйста, дорогой Владимир Владимирович, дайте мне гражданство Российской Федерации. Я буду верно служить Россию всю жизнь. И есть люди, которые не любят Россию, которые носят гражданство Российской Федерации. Но я заслуживаю, потому что я обожаю вашу страну. Впрочем, даже с российским паспортом свою родину он покинуть не готов. Антон Вольский, Максим Катаев, НТВ, Донкастер, Леликобритания. Америка на минувшей неделе вольно или невольно продемонстрировала свое истинное отношение к поискам мира на Украине. Во-первых, за процессом урегулирования в Вашингтоне следят так внимательно, что Джен Псаки позволяет себе милую небрежность. Минский меморандум, оказывается, подписали в декабре, а не в сентябре. Журналисты поправили. Ах да, конечно, в сентябре. Во-вторых, что касается итогов февральского саммита в Минске, это, мол, пока не более, чем бумажка. Знаковая оценка усилий, предпринятых в том числе лидерами Германии и Франции. И далее по Псаки. У Вашингтона нет оснований не верить Киеву. Тот ведь, в отличие от России, никогда и никаких из ранее достигнутых договоренностей не нарушал. Именно на это мы и опираемся. Но разве не на совести украинских властей постновогоднее обострение на Донбассе? Что же тогда сенатор Инхов бузит? Ратовал, понимаешь, за поставки оружия Украине, а предоставленные украинскими источниками, в том числе нардепом-комбатом Семенченко свидетельства российской агрессии оказались фотошопной подделкой? Я был в ярости, когда узнал, что одна из фотографий принадлежит агентству АЭП и была сделана в 2008 году. Публикация сомнительного качества и происхождение снимков, в том числе спутниковых, тем не менее продолжается. Вот уже посол США на Украине выкладывает порцию в Твиттер с комментариями «Вот, смотрите Дебальцева, вот, смотрите, российские военные системы». В нашем Минобороне ответили сообразно серьезности выдвинутых аргументов. В отличие от американской разведки, гадания на кофейной гуще в российском военном ведомстве никогда не считали стопроцентно надежным методом подтверждения достоверности какой-либо информации. Если антироссийский информационный поток не иссякает, то все, что, например, имеет прямое отношение к катастрофе малазийского Боинга над Украиной, словно за семью печатями. Бездоказательно обвинив ополченцев и Россию в гибели сотен людей, Запад ушел в тину. Молчат. Голландские власти в ответ на депутатские и журналистские запросы публикуют связанные с трагедией документы в таком выморанном виде, что телеканал РТЛ грозит подать в суд на собственное правительство за утаивание информации. Но собака лает, караван идет, американский, из военных инструкторов, на Украину, натаскивать украинских солдат. Мы будем их обучать выполнению задачи в области безопасности, оказанию медицинской помощи. Мы будем показывать им, как действуют ситуации, когда русские глушат переговоры, как защититься от артиллерии России и повстанцев. Политолог и экономист Пол Крейг Робертс почти не сомневается, что украинцев еще обучат и обращению с оружием, которое, возможно, будет поставлено из-за океана, и обобщает. Украина для штатов лишь инструмент. Вашингтон не является частью мирного соглашения в Минске, но поскольку намерение Вашингтона сохранять конфликт, он ничего не будет делать для того, чтобы способствовать работе этого мирного соглашения. Если оно не сработает, американские СМИ будут обвинять в этом Россию, так же, как ДНР и ЛНР. То, что происходит сейчас на Украине, это делается для создания проблем в России. Это чтобы убрать Россию как надзирателя за американской международной политикой, чтобы Россия не мешала США. А внешнюю политику Вашингтона Обама на днях описал исчерпывающе «гнуть свою линию, любыми средствами выкручивать руки тем, кто не желает делать то, что Америке нужно». Закольцуем еще одним шедевром от Джен Псаки. Он в тему. Президент Венесуэлы Мадуро на днях заявил, что в стране готовился переворот и заговорщиков спонсировали Соединенные Штаты. Этот комментарий представителю Госдепа стоит посмотреть без купюр. Все эти обвинения просто нелепы. Политика США уже на протяжении многих лет неизменно. Мы не поддерживаем смену политической власти неконституционным путем. Смена власти должна быть демократической, конституционной, мирной и законной. Постойте, как Вы сказали, многолетняя политика США насколько многолетняя? Уж точно не по отношению к Южной и Латинской Америке. Мэтт, не буду вдаваться в историю, но повторю, мы не поддерживаем перевороты и не причастны к ним. Это просто абсурдно. Ну а вот недавно в Киеве, и чтобы там не говорили об Украине, произошла смена власти. Это произошло вопреки конституции. Вы это поддержали? Это тоже звучит нелепо. Не соответствует историческим фактам. Да? И как же тогда все произошло? Послушайте, я не думаю, что следует вдаваться в историю, но, насколько Вы знаете, бывший украинский лидер ушел по собственной воле. Это не так. Думаю, нам лучше знать. Мы Вам позже дадим подборку фактов о том, как все было на самом деле. Многие на минувшей неделе задавались вопросом, почему контроль за соблюдением минских договоренностей возложен именно на ОБСЕ. Разве не логично было бы для того, чтобы развести стороны конфликта использовать миротворческий контингент Организации Объединенных Наций? Наш собственный корреспондент США Алексей Веселовский спросил российского постпреда в ООН Виталия Чуркина не только об этом. Виталий Иванович, то, что случилось в Минске, найдет или уже нашло отражение в ООН? Что говорят ваши коллеги? Какие настроения? Ну, коллеги с большим облегчением и с удовлетворением восприняли те документы, которые были приняты в Минске. Конечно, все надеются, что эти договоренности подведут черту под затянувшимся кровопролитием на востоке Украины и что Украина постепенно выйдет на нормальный путь развития, на нормальное конституционное устройство, которое устроило бы всех ее жителей. Для обывателя, на мой взгляд, так мне кажется, резонный вопрос. Почему на юго-востоке Украины не могут появиться голубые каски ООН? В Минске принято решение, что наблюдать за соблюдением тех договоренностей, которые были достигнуты, будет Организация по безопасности сотрудничества в Европе. Я думаю, что это правильное решение. Эта организация там довольно давно уже работает, приобрела определенный опыт, там уже развернуто большое число наблюдателей в ОБСЕ. Если бы было принято решение вовлечь в это дело Организацию Объединенных Наций, то теоретически это возможно, конечно. Будем надеяться на то, что ОБСЕ справится с этой задачей, что конструктивность проявят и киевские власти, будут соблюдать договоренности, и с другой стороны эти договоренности будут соблюдаться. На заседаниях Совета Безопасности по Украине очень часто звучит тема украинского конфликта со стороны Киева. А вы не пытались пригласить в зал заседаний представителей Донецка и Луганска? Ну, мы не пытались, потому что мы знаем, что это невозможно. Потому что это воспринималось бы как преданием определенного международного статуса, которому некоторые члены Совета Безопасности не готовы. Это на самом деле неправильно, но вот есть такая несправедливость. Вот я, например, считаю, что когда обсуждалась абхазская ситуация в Совете Безопасности, мы тысячу раз говорили, что надо пригласить абхазов, естественно, не как официальную, не как членов ООН, а просто неформально пригласить, чтобы они могли рассказать, как они видят, так сказать, положение дел. Но Соединенные Штаты и некоторые другие западные коллеги упирались. Американцы просто могут не дать визу людям, которые приехали бы сюда. Так что, опираясь даже на этот опыт, мы прекрасно понимали, что руководителей самопровозглашенных Донецка и Луганска и Народных Республик нам не удастся пригласить в Совет Безопасности. Как вы считаете, существует такое понятие, как прибалтийский фактор? По мнению некоторых экспертов, это те страны, которые громко-громко кричат о российской угрозе, просят увеличение присутствия НАТО на своей территории, играют на руку США. Существует такое? Ну, мне кажется, что да. Я со своей стороны, скажем, наблюдаю делегацию Литвы, которая, к сожалению, по украинскому кризису, это даже не политическая позиция, это просто громкоговоритель, понимаете? И делегация, которая используется для того, чтобы торпедировать любую более-менее здравую инициативу по украинским делам. Заниматься, так сказать, тем, что пытаться лидировать в каких-то антироссийских акциях, будучи соседями России, это просто, мне кажется, противоречит их же национальным интересам. Недавно недавно по настоянию России была принята резолюция о противодействии финансирования террористов из исламского государства. Я должен сказать, что мы были очень довольны тем, как была принята эта резолюция, поскольку, мы все понимаем, непростое международное положение, непростая атмосфера вокруг России, но эта резолюция была проголосована единогласно всеми членами Совета Безопасности. То есть, вот такая поддержка российской инициативы в этот непростой период, на мой взгляд, говорит о том, что Россия, конечно же, не изолирована и может собирать большую поддержку вокруг тех инициатив, которые мы выдвигаем. Спасибо большое. Спасибо вам. В заключение выпуска вернемся к главной теме. Это в воскресенье сегодня ночью вступило в силу соглашение о прекращении огня на украинском юго-востоке. Напомню, что это стало одним из результатов саммита Нормандской четверки, который на днях прошел в Минске. Судя по тому, что сообщают наши корреспонденты в Донецке и Луганске, обстановка там относительно спокойная главная точка напряжения, что называется, и это подтверждает в Киеве, а также в руководстве ДНР остается Дебальцевский котел. Сейчас в прямом эфире вновь наш специальный корреспондент на Донбассе Михаил Чабаненко. Михаил, ну что нового? Я так понимаю, что у нас есть какие-то новые кадры, правда? Да, Кирилл, это так, обо всем по порядку. Вот нам стало известно от представителей Минобороны Донецкой Народной Республики, что режим тишины в целом соблюдается, однако Эдуард Басорин сделал акцент на том, что периодически он нарушается в районе Дебальцевского котла, обстрелы ведутся, украинские силовики в основном это, как правило, обстреливают отряды добровольцев, которые подчиняются Ярушу, лидеру правого сектора и губернатору Днепропетровской области Коломойскому. Вот, и на эти провокации, говорят ополченцы, они не отвечают. Также нам стало известно 111 человек, эти данные ополченцы получили в результате перехвата радиопереговоров украинских силовиков. И вот нам также стало известно, опять же, по сообщению Минобороны ДНР, что сегодня были бои в районе деревни Лагвиново, небольшая деревня, где проходит дорога, по которой раньше, до того, как котел замкнулся, украинским силовикам поставляли оружие. Мой коллега Александр Токарев побывал, только что, вот он вернулся из Дебальцева, из самого Дебальцева, он побывал в черте этого города, в той его части, которую контролируют ополченцы. Вот, видимо, воспользовавшись затишием, ополченцы начинают вывозить оттуда мирных жителей. Давайте посмотрим репортаж Александра. Мы сейчас находимся в карете скорой помощи, едем за ранеными. Дальше на транспорте нас везти отказались, мы сейчас уже по пешком подходим к Дебальцеву. Слышны выстрелы? Мужики! Вот, лохла машина застряла, надо выдернуть ее! Мы сейчас находимся уже в самом городе Дебальцево, на улицах ни одного дома. Спали здесь человек 20, наверное. Холод! Холод! Все, спим! А пока все! Ни электричества, ни света. Вот мы сейчас идем на пункт вывоза гражданских. Пока идет перемирие, ополченцы стараются ввозить мирных граждан, чтобы они не пострадали. А ополченцы, вот это мы их ждали, как-то, я не знаю, своих спасителей. А еще третьего. Они нас перебежками, вот это, помогли собраться вещи, какие мы, это самое, квартиры непригодных для жилья. Страшно, я хотела до конца остаться. Хотела увидеть, как это все закончится. Страшно. И передать детям последствия. Кто нас убивал, кто разрушал. Ну такого я. Ополчение использует даже БМП, чтобы вывезти мирных граждан. Отдает свою технику, сажают их на броню, сажают внутри бронетехники, чтобы как можно безопаснее вывезти из зоны военных действий гражданских людей. Здесь по сектору занятыми нами очень много достаточно людей. Пытаемся как можно быстрее саккумулировать. И кроме того, сами понимаете, под обстрелами очень тяжело вывезти людей. Выезжает сначала БМП, потом еще будет газелька. И вот так вот раз за разом мирных жителей вывозят. Вы смотрели итоговую программу, ну а прямо сейчас на НТВ ЧП-расследование, ошибка редактора новостей СНН или тайная, ставшая явным. Оружие и боеприпасы наемники и инструкторы НАТО. Что делают в степях Украины проамериканские войска? А наша программа на этом завершена. Увидимся через неделю. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова